Добрый день, дорогие телезрители! Хорошо, что есть знакомые чуть ли не на всех предприятиях общебита. И мы очень легко нашли подходящую точку съемок на улице, где-то в кварталах малоэтажного строительства снимать. Еще как бы не сезон. Я с очень большой радостью хочу представить сегодняшних моих собеседников в программе «Горожане». Это прежде всего будущий доктор, я оговорился, проговорился, кандидат технических наук, сотрудник Якутского Арктического научно-исследовательского центра Альберт Кардашевский. И риэлтор с большим замечательным опытом, и, что немаловажно, очень красивая девушка Мария Степанова. И сегодняшний разговор у нас будет строиться на тему. Будет строиться на тему о том, где предпочтительнее жить якутянам. Либо это какие-то частные районы, типа Сатала, той же Скандинавии, либо это все-таки районы, которые застроены преимущественно многоквартирными домами. Будучи, скажем так, Альберт Гаврилович, не даст соврать, годы три, скажем так, в частном строительстве, минимум года три в частном строительстве, я, в принципе, достаточно много увидел. Увидел то, что, прежде всего, Альберт, 90% всех строительных работ руководят женщины. 90% всех строительных работ. Маша, первый вопрос к тебе. Почему женщины так хотят жить в частном доме? Ну, на самом деле, я бы тоже хотела жить в частном доме, потому что очень много преимуществ. Вот мы пока ждали, немножко поговорили об этом. Первый плюс – это стоимость. Да, то есть она все равно будет гораздо выгоднее, чем квартира, но по территории больше. Помимо того, что ты находишься внутри дома, у тебя есть еще и участок земли. Если у тебя есть маленькие дети, скажем, ну, не маленькие обязательно, дети вообще, которым нужно активно как-то проводить время, это большое преимущество. Потом можно совмещать, допустим, если у тебя есть частный дом, то можно и не покупать, скажем, дачу, да, то есть у тебя и зимний, и частный дом, и можно поставить две машины, три машины, построить все, что ты хочешь. Это же больше свободы в выборе. Больше свободы. Да. Больше площадь, больше свободы, больше возможностей реализовать то, что ты хотел. Ну, мы с Альбертом не согласимся, потому что по цене, скажем так, ну, квартира площадью, скажем, 120 квадратов, ну, в районе 10 будет стоить, да, здесь, в Якутске, в районе 10. Но согласись, что качественный дом частный, чисто конструктивный и отделочный, да, будет стоить примерно столько, если не больше. Если не дороже, все зависит от района строительства, от стоимости земельного участка очень многое зависит. Но здесь, опять-таки, да, мы говорим о том, что предпочитает сам человек. Потому что не секрет, что очень многие горожане, это те люди, которые приехали из районов, и они духовно тянутся к частному дому. Потому что это все-таки корни, это менталитет народа, да. И человек взрослее, он больше обращается именно к частному дому. То есть хочется жить так же, как жили твои родители, предки и так далее. Ухаживать за огородом, за теплицей, не знаю, завести какое-то хозяйство. Париться в бане. Да, париться в бане, отдыхать и так далее. Абсолютно не напрягаться по поводу содержания домашних животных. Да. Немаловажно. Ну и плюс ко всему, знаете, что 20-й год это все-таки был год ограничений. И ограничения, они как раз показали, что если вы живете только в квартире, у вас практически нет той степени свободы, которая есть у частного домовладельца, который может выйти, прогуляться у себя во дворе, освежиться и так далее. То есть там гораздо больше видов деятельности. Я считаю, что в этом плане частный дом он выигрывает. Но по стоимости, если сравнивать, то все зависит опять-таки от тех технологий, которые используются на данной территории. Не секрет, что у нас чуть ли не 70% всего индивидуального строительства – это деревянные здания. То есть люди большей частью экономят, когда строят. Очень дешевые деревянные здания из того материала, который наиболее подходит им по кошельку, так скажем. Качественных домов, к сожалению, у нас довольно-таки мало. Но в последние годы, благодаря тем программам, которые появились у банков по кредитованию ИЖС, у нас, в принципе, доля индивидуального жилищного строительства в каменном варианте, она растет. И это радует. Альберт, я говорил, что я свои личные наблюдения, которые и в цикле «Дом с умом» я нажил, и многие другие аспекты, начал перелагать в письменную форму. Начал. Это не означает, что скоро увидит цвет книги, как не облажаться при постройке частного дома. На самом деле, смотрим здесь. В первую очередь, наверное, это соседи. В любом случае, у нас преобладающая технология, которая, это монолитно-каркасное строительство, многоквартирных кварталов, оставляет желать лучшего в плане слышимости. Качество кладки, качество толщины, проектирования. Ну, слышишь, как сосед занимается всем, чем угодно. Магирает на рояле, мучает кошку. Все, что угодно. А когда желанно, вот эта вот спокойствие, абсолютная тишина и так далее, никаких вариантов в многоквартирных домах, если это не старые хрущевки какие-то, которых, слышим, более-менее относительно нормально, да? Ноль вариантов. Кроме того, все-таки качество жизни у нас растет, и многие с ними обзываются автомобилями. А то и двумя, да? И проживая в многоквартирных кварталах, припарковать автомобиль, это не то, что нереально, это у нас планировка города, вернее, какой-то, не знаю, генплан или что-то типа такого, она вообще очень враждебно относится к автомобилям владельцам, владельцам личного транспорта. И это чуть ли не наибольший этот. Далее, кто-то говорит, что стоимость эксплуатации квартиры, да, в пересчете на квадратные метры, она дороже. Возможно. Возможно. Но если выкладывать те нейроны и так далее, те нейронные клетки, которые я, как будущий частным домовладельцем, трачу на то, чтобы сохранять в надлежащем качестве свое домовладение, абсолютно никаких этих самых. То есть аспектов очень-очень-очень много. Вот начиная как... Я помню, у Альберта Гриловича в парке культуры и отдыха до ковидных времена была очень замечательная лекция. Она называлась «Как построить дом мечты». Начиная от фундирования, заканчивая отделкой. Нам почему-то очень не повезло в том плане, что у нас очень какие-то нестабильные грунты. Я имею в виду долину Туймада. Программа называется «Горожане». Долину Туймада – очень нестабильные грунты. Найти нормальные грунты для того, чтобы дом мечты на самом деле воздвигнуть... Ну, согласись, Альберта. Ну, к тому же в 20-м году же закон ввелся о затопляемых территориях. Очень много участков под них попал. Извиняюсь за вопрос. Если ехать в сторону Покросска, то вся левая сторона, фактически, она... И в сторону Тулагина тоже так же. И в сторону Тулагина правая сторона. Ну, еще надо учитывать наличие инженерных коммуникаций при формировании земельных участков. Вы же знаете, что, допустим, те участки, которые в свое время выделялись для многодетных семей, это в сторону Намского тракта, они практически до сих пор не освоены. Да, они освоены в силу того, что там нет инженерной инфраструктуры. Ну, хотя бы линии электропередачи. Это очень большая проблема. Потому что мы всегда говорим, что вроде бы у нас территория города большая, что есть территории. Но по большому счету эти территории, они не подготовлены под именно освоение в виде индивидуального жилищного строительства. Опять-таки, проблемы очень большие у нас есть по части газоснабжения. Потому что даже по Покровскому тракту там есть те участки, которые до сих пор не подключены. Мощностей не хватает. Да, мощностей не хватает. Там надо полностью менять систему или там устанавливать дополнительное оборудование. И таких участков по городу очень много. По идее, то, что мы говорили насчет вольготных жизней на частной территории, это на сегодня многим горожанам, к сожалению, недоступно. Не по средствам. Да, не по средствам. Ну и по объективным причинам может быть. У большинства, у которых вроде бы есть земельные участки, но они до сих пор не могут его освоить. Ну, те же участки, которые по Покровскому тракту, где назначение стоит как садово-огородническая деятельность. То есть там ИЖС строить запрещено. Перевода этих земель, ну, в ближайшие 5-7 лет не стоит ожидать. То есть генеральный план города, он же утвержденный есть, по нему можно ориентироваться. Теперь, что касается непосредственно самой процедуры. Очень многие люди сталкиваются именно с бюрократической машиной, когда начинают процесс строительства. И как раз таки в самом начале лекции, когда мы говорили в парке об этом, я упоминал, что очень многие люди забывают про эту часть строительства дома. То есть они начинают сразу искать проекты какие-то, начинают думать, из чего будет этот дом. А на самом деле первый шаг – это оформление документов, полагающихся для строительства дома. Потому что этот этап может занять очень много времени, очень много нервов. И, соответственно, вы можете не уложиться в те рамки, которые вы у себя там заранее запланировали. А это опять-таки ведет к удорожанию, это ведет к отсутствию или к отношению последующему к своему дому. Потому что очень многие застройщики строят два-три года, и все силы, всю энергию тратят именно на то, чтобы превзойти вот эти припоны, которые возникают. Здесь очень много подводных камней, начиная от рубки зеленых насаждений, которые обязательно надо согласовывать. Это и назначение земельного участка очень четко надо смотреть. Это и подключение инженерной инфраструктуры. То есть на каждом этапе вы можете столкнуться с теми проблемами, которые вам потом окажутся. Не по силам. Альбер Гаврилович говорит о тех вещах, когда человек, который изъявил желание жить в частном доме, сам занимается всеми этими вещами. Не зря здесь сидит товарища Мария Степанова, поскольку Мария сейчас занимается проектом, который может сломать этот стереотип. То есть унифицированные какие-то коттеджные поселки, которые определяют уже готовые решения. То есть инфраструктура, готовые уже дома по принципу квартир. Тем более, что правительство идет навстречу. И сейчас очень большая поддержка малоэтажного строительства ожидается в ближайшие 2-3 года буквально. Поэтому направление нормальное. Очень перспективное. Я бы хотела отметить, что вот Альберт же сказал, что есть проблема с подключением как раз к газу. Я считаю, что нужно смотреть шире. Мы же живем все-таки, не знаю, в 21 веке. Бороздят космос, все, что возможно. А отопление, привязка только к газу, я считаю, что это ограничение. Мы предлагаем участок. Газа здесь пока невозможно. Но при каких-то условиях вы можете другие виды использовать. Люди относятся резко отрицательно. Считается, что все кроме газа, все очень дорого, недоступно, сложно. На самом деле, мне кажется, надо расширять взгляды. Есть разные возможности. Технологии позволяют. Технологии позволяют. И еще раз, крупный девелопер, которым по силу, скажем так, налаживание и инженерной коммуникации, налаживание и, грубо говоря, построить. Вот человек, когда тратится на газовый котел, он видит, нормальный напольный котел стоит 120 тысяч, который в состоянии отопить площадь от 120 и больше. Плюс он сам, все эти разрешения и так далее, и того все работы выйдут 300 с лишним. 300 с лишним. Он не задумывается, потому что он тратит это для себя. Появись кто-нибудь, который скажет, а вот у меня тут есть котельная, котельная, углем отапливается, да? Ну, давайте, вернее, я хочу построить котельную, вот скинемся все 10, да? Стоимость выйдет те же 350, ну, с каждого двора. Люди ведь категорически будут против. Потому что это общее. Это общее. Это не то, что у него стоит во дворе, а что-то нечто такое эфемерное. А крупный девелопер может себе позволить уже налаженную, скажем так, квартальную котельную посадить. Что мы видели в Нанцах, да? Людей чуть ли не насильно на центральное отопление сажали. На диспетчерку удаленное. Да, ну, видите, здесь сейчас происходит в индивидуальном строительстве то же самое, что происходило в промышленном строительстве многоквартирных домов. Помните, у нас раньше была точечная застройка по всему городу, там, то там, то тут появлялись здания. То есть они не были связаны ни инфраструктурой, ни общими какими-то связями там в виде социальных объектов. А сейчас по городу, если мы посмотрим, у нас больше идет квартальная застройка. То есть идут крупные застройщики, это и Прометей, можно сказать, это и 203-й микрорайон, когда это комплексная застройка территории. Те же самые процессы сейчас начали идти в индивидуальном жилищном строительстве. То есть появляются те же самые застройщики, которые уже перешли от многоквартирных домов к освоению тех территорий, которые до сих пор стоят. И если здесь у нас будет решение городского округа, администрации города Якутска, да, по освоению этих территорий, ну, пускай даже тех же многоквартирных, земельных участков для многодетных, то есть образовать либо товарищество, либо там управляющую компанию, да, которая будет это все реализовывать. Каждый, если будет тратиться на инженерную инфраструктуру, это очень большие деньги. А в складчину ведь и расходы значительно можно уменьшить. Но опять-таки все зависит от планирования, от проектирования и от желания самих застройщиков. К сожалению, когда очень много народу, они не могут найти общий язык, и даже если там один-два человека будут против создания, то такая система уже работает. А чисто технически, что проще, как бы, залить один фундамент для, ну, пятно, скажем, 100 на 60, да, большого многоквартирного дома, либо несколько десятков маленьких фундаментов? Ну, это зависит. Это возьмем только один вид работы, только один вид работы, но он наиболее, я думаю, показатель. Нет, но для многоквартирного дома там заливается не просто пятно, там устанавливаются свайные фундаменты. А для индивидуального жилья свайные фундаменты не всегда. Не всегда? Да, используются. Сейчас большей частью застройщики используют так называемую утепленную шведскую плиту. Это плитный фундамент с дополнительным утеплением пространства под фундаментом для того, чтобы уменьшить оттайку грунта. Это довольно-таки дорогая технология даже для наших застройщиков. Большинство тех, кто строится, они предпочитают до сих пор ленточные типа фундаментов железобетонных. Но если просто прикинуть между многоквартирным домом, фундаментом и индивидуальным домом для нескольких сотен домов, то, конечно, строительство одного и того же типа фундамента для многоквартирного дома и для нескольких десятков индивидуальных домов индивидуально будет входиться дороже. Дороже. Потому что это отдельные виды работ, это разбросанность по территории, которая обуславливает применение техники. То есть там гораздо выше будет привозить, увозить, передвигать технику и так далее. Если мы сравниваем одни типы фундамента. Плюс ко всему это еще удорожание идет за счет различных видов решений индивидуального жилья. Потому что у нас типовых практически нет. Ну, первое, это у нас есть по Покровскому тракту объекты, которые индивидуальные жилья типового типа. Ну, типология такая, однообразная. То есть там одни и те же решения, что по фундаменту, что по стенам, что по конструктиву инженерных коммуникаций. У нас таких решений очень мало подберут. Типовая застройка, она позволяет существенно экономить средства. То есть это не индивидуальный проект, когда там одно здание имеет прямоугольную форму, другое Г-образную форму, другое Т-образную форму. То есть каждый раз необходимо менять там оснастку, опалубку и так далее. То есть когда мы говорим о массовом строительстве, то мы всегда должны представлять себе, ну, хотя бы европейские поселки, где красивые родные домики с красивой лужайкой, единообразным решением архитектурными и так далее. То есть для чего они это делают? Они делают это для того, чтобы уменьшить свои затраты. По тому же пути, если мы хотим развивать индивидуальное жилищное строительство, и мы должны идти. Ну и плюс ко всему это улучшение облика города. Чисто восприятие. Да, восприятие. Чисто восприятие просто той среды, в которой мы живем. Даже с точки зрения женской логики, которую вы не совсем любите, вот сколько женщин смотрят сериалы, да, вот те же американские сериалы, там домохозяйки, отчаянные домохозяйки, там еще какие-то. И люди же все, женщины нуждаются в этой статике, в красоте, что вот есть какое-то определенное общество. В этом поселке они все живут, все в красивых домах, примерно по одному социальному статусу. Дети играют на лужайке, там бегают, ездят на велосипеде. И вот безопасность, комфорт, красота, это с точки зрения, мне кажется, женской логики очень важно. Ну, давай приложим сюда необходимый, скажем так, ну, представим один из предполагаемых, скажем так, мест застройки, и где находится ближайшая средняя школа. А, ближайшая средняя школа? Ну, помню, ты поняла, наверное, да? Или детский сад ближайший, да? То есть без сопутствующего развития социальной инфраструктуры, такие проекты обращены просто на провал. С одной стороны, так, и еще я бы добавила, что отсутствие дорог. То есть практически у нас может быть хороший классный участок, но к нему вообще нет ни автобусов, ни дорог, там, нет инфраструктуры. Транспортная, помимо социальной, транспортной тоже может и не быть. Поэтому у нас все движется только по Покровскому и Намскому тракту. А тогда как можно было бы, наверное, заехать внутрь, там, ну, еще что-то. Подняться на гору? Может быть, подняться на гору. Почему? Почему нет, да. То есть, в принципе, технология же позволит, допустим, если мощность ИГРС позволяет, да, какие-то теплораспределительные пункты подвести, там же непосредственно близость получается? Можно, можно. В принципе, эти вопросы решаемые, да? Даже то, что касается социальной инфраструктуры, не во всех микрорайонах, да, развивающихся, мы можем строить школы, детские сады и так далее. Потребление? Да, и не всегда это надо. Потому что можно организовать по тому же самому пути, допустим, как работают, ну, многие европейские, американские школы. То есть, это отдельные рейсы, автобусы школьные, которые ездят и собирают детей по этим микрорайонам. И потом после уроков распределяют. По такой же схеме сейчас работает, допустим, международная арктическая школа. То есть, есть отдельные рейсы, которые забирают детей по районам города, развозят после учебы и так далее. Ну, потихонечку, так скажем так, лучшие практики, они начинают у нас применяться. И в том числе и для развития сферы, ну, зоны ежевых. Да, потихонечку. У нас, видите, у нас очень сильное управление архитектурой, и для строительства, для главы республики, да. И они как раз эти практики внедряют. Буквально в декабре месяце прошел конкурс проектов, как раз-таки индивидуальной малоэтажной застройки. Очень много проектов было представлено, я бы, в экспертной комиссии. Интересные проекты. Причем они как раз-таки адаптированы для северных и арктических территорий. То есть, то, о чем мы сейчас вот разговаривали, о том, что там централизованное управление инженерными коммуникациями там заложено, использование энергоэффективных материалов там заложено. Ну и плюс те технологии, которые позволяют производить процесс строительства на весь сезон. То есть, практически весь год, да. Не секрет, что многие застройщики сейчас у нас работают в ограниченный летний период. И этим обусловлены... В апреле-пакте. Да, очень большие, ну вот так вот, скачкообразный рост спроса. И бывает так, что одна бригада строит там по пять, по шесть домов, да? Сезон. Сезон. Все спешат, все пытаются завершить один проект и вступить к другому. И за счет этого у нас очень часто теряется качество строительства. Особенно это наблюдается в деревянном домостроении, к сожалению. Потому что бригады собирают, уходят. Ну и люди, пытаясь экономить, они практически не закладывают технодзорство. То есть, не нанимают профессионального строителя, который мог бы там заранее указать, какие есть сложные участки, на что обратить внимание, то есть, подсказать, указать и найти компромисс между подрядчиками и заказчиками. То есть, такие люди, они должны быть при реализации любых проект строительных, я имею в виду. Это не только ежевест, но и это может быть и квартальная застройка, это может быть и освоение, не знаю, там, территории под строительство объектов торговли и так далее. Очень многие рассчитывают только на себя. Ну, это у нас как заложено, исходя из истории, там, 90-х годов, возможно, когда люди больше доверяют не какому-то постороннему человеку, а знакомому, родственникам. Ну и... Ну, Альбер, в принципе, очень доходчиво, Маша сказал, почему тот же Страйкон или Прометей не заходит в зону, скажем так, рядом с Хатасами и так далее и не застраивает там однотипные какие-то кварталы. Просто это удорожание, объективно это удорожание за счет большего разброса, большего... Но, еще раз говорю, пока у нас нет единого девелопера, который бы, ну, выделенный, скажем так, 30 гектаров на слое по этому пути, то есть поставил бы коммуникации, поставил бы социал какую-то, обеспечил бы централизованное управление коммуникацией. У нас это не шевельнется. Пока мы будем сидеть у заложниками, у неких полу, скажем так, мошеннических каких-то структур, которые собирают сначала деньги, потом к осени пропадают, да? Очень частная встреча. Не будет же этого процесса. А, вот еще раз, касаемо женской логики, вот на твой взгляд, как можно выйти из вот этого сложного, достаточного положения? Я считаю, что, ну, начну с того, что, вот, Альберт говорит, да, должен быть какой-то технодзор. Вот в тех же американских фильмах, женской логики, да, или вот передачи всякие, прежде чем продать дом, приходят специалисты. Он говорит, вот есть тут термиты, тут протекает, нужно систему водоснабжения менять. Вот такие специалисты точно нужны. Я, допустим, как риэлтор, мне спрашивают, тут дом на продажу я беру, сам продавец не знает, да, построили 10 лет назад, он хороший, он хороший. Ну, я понимаю, что он хороший, но у него же есть какой-то износ, да, что был бы порядок, что вот каждые 5 лет нужно, там, обязательно проверять, там. Фундамент просил, не просил. Да, вот перед продажей оценить, это было бы вообще замечательно. Почему я продаю, ну, люблю продавать квартиры? Потому что с их состоянием более яснее, чем с частными домами. Или вот, кстати, есть подрядчики, которые, ну, выходили на сотрудничество, предлагали продавать их дома, их услуги, да, построить их домов. Я с точки зрения многоквартирных домов проще продавать. Второе, подрядчики, которых я не знаю лично, я очень боюсь. Я боюсь, что я представлю их, скажу, что все хорошо, и они могут пропасть, таким образом, ну, подвести людей. Вот, на самом деле, у нас этот рынок, наверное, репутационный, он сложится как раз только лет через пять. Альбер, а почему вот сейчас же идут очень такие реляции, в рамках особенно нас, проектов и так далее, да, о том, что введено столько тысяч квадратных метров жилья, ага, ага. А почему-то фактически, скажем, малолеташка тут фактически не учитывает? Нет. Потому что там крупных застройщиков-то и нет. При учете общего объема вводимого жилья в республике, малоэтажное строительство как раз-таки учитывается. И при том оно занимает до 40% всего. До 40? Да. Ну, в разные годы оно по-разному идет, но в среднем около 40%. Это малоэтажное строительство. Здесь надо говорить о том, что малоэтажное строительство, оно у нас государством не регулируется. Допустим, если мы говорим о многоэтажном строительстве, то там у нас есть управление государственного строительного, жилищного надзора, государственная экспертиза. То есть проектную документацию проверяют, непосредственно проверяют самих строителей во время строительства. То есть там государственный контроль налажен. Что касается индивидуального строительства, то там застройщик сам несет ответственность. То есть он берет все риски на себя. И очень часто бывает так, что люди эти риски не осознают. То есть по большому счету строительство своего жилья – это большой вклад, это очень большие расходы. И эти расходы должны быть четко распланированы. То есть каждый этап, каждый пункт вашего проекта, он должен вам четко давать понять, какие сроки, какая стоимость, кого будете привлекать. А этих этапов их несколько. Это фундаменты, это непосредственно строительство, инженерные коммуникации, благоустройство территории, озеленение и так далее. То есть на каждом этапе у вас четкое должно быть представление. Потом, если вы работаете сами, без привлечения технодзора или специалиста-строителя, то обязательно надо ориентироваться на те замечания, которые очень часто люди публикуют в социальных сетях. Говорят, что мы построили такой-то дом, а там такой-то участок промерзает, там-то дует, это плохо и так далее. То есть даже если вы сами строите, вы можете эти риски уменьшить, если будете самообразовываться, то есть искать информацию и применять ее для собственных нужд. Ну и очень многие забывают про страховку после завершения этапа строительства. А страхование уже завершенного строительством объекта – это обязательное условие. Даже если вы построили за Сочью, без привлечения кредитов, ипотеки и так далее, вы должны застраховать свои риски. Уменьшить риски. Да, потому что, как я уже говорил, большинство объектов – это у нас деревянные здания, ВИЖС, и, соответственно, они подвержены горению, к сожалению. Даже с учетом того, что многие пытаются обрабатывать огнезащитными средствами, вы должны понимать, что эта защита, она не вирчичная, она там через 5-6 лет, ее надо будет обновлять. Соответственно, надо стрековать риски. Дорогие друзья, вот смотрите, очень много людей, особенно, которые переезжали из других муниципалитетов нашей республики, в Якутию, получается, делегируют свои функции по, не по приобретению, а по строительству жилья другим компаниям. Тот же Стройкон, Трометей, ДСК, кто угодно. Почему мы не видим, допустим, есть поселок Сатал, там все, а кто как может. Почему мы не видим целевой поселок ДСК? Почему мы не видим целевой малоэтажный поселок Стройкон? Того же Киинга, кого угодно, ради бога. Если у вас есть лицензий на введение строительных плодов, почему? Еще раз, Альберт объяснил, почему. Потому что идет урожание, невыгодно строителям просто это. Но государство, я так понимаю, оно, вот этот ипотечный механизм, да, сейчас начинает применять и в ЖС. То есть, когда мы увидим вот такие вот, при каких введениях в непонятном выполнении каких-то условиях, мы увидим поселок Стройконы, поселок там ДСК, Кинга. Когда? У нас рыночная экономика, то есть спрос рождает предложение. У нас спроса на дорогую недвижимость частную, к сожалению, нет. Доходы не позволяют. Даже с учетом привлекаемых средств от банков, люди всегда пытаются уменьшить там ежемесячные платежи, там сумму кредита и так далее. Ну и иногда и зарплата может не позволить большую сумму взять. Да, да, так и есть. То есть, этот рынок, он появляется тогда, когда у людей появляются доходы стабильные. И при том эти доходы должны соответствовать определенному уровню, да. То есть, это качественное строительство, это в любом случае застройщик, который будет строить комплексно, комплексно осваивать территорию под ИЖС, он должен получить выгоду. При всех прочих равных условиях строительство одного частного дома, ну вернее там 100 частных домов и строительство там 100 квартирного дома, это две большие разницы. На сколько разница? Ну, тут уже от условий зависит, но в любом случае это как минимум процентов 15-20 точно. То есть, многоквартирный дом, он будет дешевле, потому что там смежные стены, дополнительно утеплять не надо. То есть, расход материала на частный дом, он всегда выше. Поэтому многие застройщики, которые осваивают ИЖС, они пытаются строить блокированные дома, то есть, это таунхаусы, допустим. Когда длинный дом, который имеет маленький там дворик частную территорию, ну и плюс они стоят плотно друг к другу, то есть, там смежные стены есть. И в этих условиях застройщик получает довольно-таки неплохую выгоду за счет того, что у него уменьшаются затраты на утепление, на фундаменты, на инженерные коммуникации и так далее. Ну, опять же, проблема с высшим стены, она остается. Но у вас будет уже не 6 соседей сверху снизу, а у вас будет 2 соседей. Справа и слева. Справа и слева. Ну, согласен. Ну, еще плюс стоимость земли возникает. Ну да. То есть, если, например, ты построил многоквартирный дом, 100 квартир, из них ты 85 продал и осталось 15 квартир, их содержание как бы не требует отдельного там каких-то. А если ты построил 100 домов и продал только 50, а 50 домов пока их никто не купил, что с ними будет? Пускай стоят заморожены. Ну, мне кажется. Но налоги все равно. Это у тебя земельный участок, это у тебя дом, его надо будет каким-то образом обслуживать. По крайней мере, охранять. Содержать. Да. Ну, хотя бы минимально. То есть, чтобы никто не зашел, окна не поразбивал. Ну, типа того. Ну, и опять, да, так как у нас рыночная экономика и условия формируются рынком, то здесь внимание должны, скорее всего, обратить и банковский сектор. Не секрет, что сейчас все строительство, оно завязано с банками. Далевое строительство у нас приостановлено, да, а у нас сейчас идет уже другой вид строительства. То есть, застройщики сначала возводят здание полностью и только после этого имеют право реализовать квартиру. Тот же самый принцип, если наложить на ИЖС, как правильно сказали, что это большие расходы и риски очень большие. Риски нереализации. То есть, 100 домов построили, 50 продали, а 50 осталось. Их надо содержать, их надо охранять, за них надо платить налоги. То есть, вот этот спрос, застройщики его сейчас не чувствуют, потому что есть очень большая конкуренция со стороны более дешевых технологий, более дешевых материалов. Но в ближайшие 5-6 лет, скорее всего, будем надеяться, будут новые инструменты от государственных органов власти, которые позволят реализовать такие крупные проекты по освоению именно территории ПТЖС, комплексного настоящее. Но и все-таки мое мнение такое, что бизнес, вот Арсен Томский, он же не случайно заявил о том, что готов рассмотреть покупку определенного земельного участка, чтобы на свои деньги, скажем так, построить поселок мечты, деревья мечты, эти деревни, как угодно назовем. Немножко назад открутимся, да, и коллекция, опять же, Альберта, который проходил на летней странице, 70%, ну, 70%, свыше 70% даже, я все-таки вижу, что люди строятся изделия. Вообще есть разделение такое, те, кто попроще, скажем так, бюджетники и так далее, они строят за дерево, те, кто побогаче, можете себе позволить строить за сканер, ну, в согласии, что есть такое. То есть приниматели или там менеджеры, скажем так. Коттеджи строят на страях, блочек на каранах. Да, да, да. Деревянное строительство у нас очень завязано на таком политическом моменте, когда человек, ну, поставил избушку, там, скажем так, 8 на 8, два этажа, там, у них полтора, из сырого друса, ну, естественно, там определенное количество времени идут определенные процессы, усадки, усушки, друски, всего чего угодно. Он плохо утеплил, плохо подготовился, говорит мой друг, Толя Кириллин, да? Ну, потом начинаются вопли, ой, почему газ дорогой, ой, почему так все на свете и так далее. Газ дорогой. То есть энергоноситель дорогой. Это очень политический момент. Газ, на самом деле, ну, чисто дыночный, да? Если мы проживали в Европе, то такие же люди разорились давным-давно. Если бы там климат был такой, да? Ну, да. Но вот тот момент, когда мы с Альбертом были, пытались пропагандировать определенные энергоэффективные материалы, как горох об стенку, как горох об стенку, еще раз, вот тот менталитет. «О, ты мастер ура металла водит, куда мара, туда-сюда». Ну, согласись, Альбер, те деревянные дома, которые мы последние три года с тобой принимали участие, они были свыше десяти миллионов. Согласись? Да. Это свыше десяти миллионов деревянные дома. То есть, есть деревянная технология, которая применима, скажем так, достаточно более-менее. Но и там везде кроются засады. То есть, все зависит от качества, еще раз, от наличия технодзора, от подрядчиков, от качества полутора. Есть 36 квадратов или 120 квадратов? Конфигурация дома, когда есть очень много внешних углов, допустим. А углы – это всегда у нас потери тепла. Очень большое количество остекления сейчас любят люди делать. То есть, это панорамные окна или там витражи. Женщины любят эркеры. Да. Любой строитель скажет, что это проблемно, потому что жить, скажем так, в гранном доме, да? Ну, с другой стороны, женщины же имеют право жить в красивом доме. Другое дело, что вот вопрос качества… А имеете право требовать вот это вот фактически неуполнимые вещи тех же подрядчиков, тех же… И все вокруг у них какашки. Во всех соцсетях, скажем так, идет дискредитация профессий. Строитель. И это не только… Ну, говори. Если пришел, допустим, человек, который изначально проектирует, он сказал, заранее объяснить человеку. Вот Альбер Гавич умеет очень хорошо убеждать. Он даже Майман убеждает, да? Вау! Да. И говорит, ну, зря вы делаете вот это вот. Там будет, там будет это. Площадь остекления давайте уменьшим. Ну, тут опять-таки, да… Ведь люди строят дом мечты. Да. То есть мы их не можем… Какими они мечты? Да. Они это себе представляют по-разному. Для кого-то это очень большое количество там остекления, светло, чтобы было там, двойной свет в двухэтажном здании. Это могут быть те же самые эрки, огромные балконы или там террасы. То есть у каждого свое представление о идеальном доме для себя. Здесь профессионалы, строители, проектанты, они должны совместить желания заказчика и технические возможности. Я просто перед глазами вижу спальные, скажем так, районы некоторых зарубежных стран, да, когда абсолютно прямая улица, да, и небольшие такие товаровые территории и однотипные здания. Я так думаю, что это… И давайте сравним с Якутском, да, ну, пригород, скажем так, Марха. Здесь стоит очень ожирная такая, чуть ли не 19 века дома. Здесь стоит бетонное сооружение, которое напоминает катафаг. Во всем разнообразится, да. Какой механизм может управление градостроительством и архитектурой запустить для того, чтобы не допускать вот такие вот… Еще раз, много говорят про визуальный мусор, да, в рекламных конструкциях там и так далее. А почему не говорят визуальный мусор архитектурных решений? Ну, вы знаете, что сейчас разрабатывается так называемый, там, код города. Дизайн-код. Дизайн-код. То есть это как раз таки приведение тех решений, которые формируют архитектурный облик города к единому знаменателю. При этом этот дизайн-код, он определяет не только центральную часть города, да, а он формирует вообще в зависимости от тех районов города, от тех исторических и современных тенденций, которые есть в этом районе. Оно выглядит по-разному для разных районов. Вот, упомянули Мархоу, а Марха, между прочим, это и историческая часть. Там очень много домов старинных скопсов, да. То есть в этом плане там мы тоже должны формировать исторический облик поселка, да. Мы должны формировать новый облик. Инструменты для управления процессами, да, это оформление, там, заборов, кровлей, фасада. Это все есть, эти регламенты есть. Но в некоторых регионах они действуют жестко, допустим, там, в Татарстане очень жестко на это смотрят, в Петербурге на это очень жестко смотрят, где исторические центры и так далее. Но, к сожалению, у нас в этой части работа не совсем четко ведется. Причину я не могу сказать. Ну, с одной стороны, это же, допустим, дорогостоящее удовольствие, да. Я построила себе дом, ну, получилось так, что рядом со таким-то историческим домом. Но теперь... Да, теперь менять мне забор или кровлю. Я понимаю, что это именно вопрос финансовый, но мы должны непосредственно к этому пришли. Мне кажется, город созрел к тому, чтобы быть красивым, аккуратным. Люди созрели, да. Сейчас, куда не зайдешь, у всех красивый какой-то дизайнерский ремонт в квартире. То есть они захотят это все перенести на улицу. Потому что ты сидишь в своей красивой квартирке, а потом... А никто не видит. Да. А выходишь, а там уже вот тут грязь, вот это... Мне кажется, что постепенно мы к этому придем, но просто... Насколько лет по этому... Не знаю. Надо формировать... Это оно же само не созреет. Надо формировать городским властям вот эту культуру. Да. То есть мы должны готовиться к тому, что эти нормы будут входить в жизнь. Люди, готовьте там, извиняюсь, деньги, да. Что вот на это мы можем дать какую-то льготную там субсидию, чтобы вы обновили там, привели в соответствие свой забор, ну, хотя бы фасадную часть. Начать с малого, а потом, когда люди увидят, что это красиво, постепенно придет, но оно не должно впасть тоже в какую-то коррупцию, потому что объявят, что у нас только зеленые ворота. У нас сразу зеленые ворота подорожают в пять раз. Ну, более чем уверенно, да. То есть когда... Это же рынок, почувствуют, что они в цене, все. Вот, поэтому тут надо как-то постепенно идти и с точки зрения предпринимателей, с точки зрения, ну, формировать что, ну, внешний облик надо, ну, постепенно самим действительно в соответствие приводить. Мне кажется, город созрел, люди созрели к этому. Маша, вот мы говорили вначале, что охотнее покупают квартиры, да, экономически. Все-таки квартиры это выгоднее, да, потому что, ну, заплатил ты 70 квадратов, 7 тысяч, квадраты включая, там, и все. И не паришься, абсолютно, да. У тебя управляющая компания вывозит снег, у тебя ремонтируют лифт, бла-бла-бла, все дела. Абсолютно, да. То есть, ну, уровень комфорта, скажем, относительный, оценивается в 7 тысяч в месяц. Да. Это нормально. Потому что в частном доме расходы, ну, гораздо выше, гораздо. Обновить забор тоже, да, по краску обзору. Ну, банку краску купить, если у нее 4 тысячи, а нормальная краска 8 тысяч уже, да, нормальная краска. Или, там, поменять котел. Взять, возьми, вывозь 250 тысяч рублей. А срок ресурсно-стеных котлов... Многие сами отсыпают дороги к своему дому. Да. Вывозит снег каждую весну. Да. После дожди отсыпают. Недаром же говорят, частный дом всегда найдется работа, да? Да. Всегда найдется работа. Всегда найдется. То есть, там без работы сидеть невозможно. Там поправили здесь поглотать, здесь что-то сделать, здесь улучшить что-то. Тот же слив. Водостол. Водостол. Да. Водостол. Ну, с другой стороны, у меня недавно был клиент. Обычно частные дома покупают семьи. Действительно, которые приехали из районов или которые уже жили в частном доме, они понимают... Специфики. Специфики. С чем они связываются, они точно знают, что вот есть мужчина, хозяйственный, рукастый или там, ну, семья вся такая. А недавно подбирал квартиру молодой человек, ну, пока он настолько молодой, что они в браке, он искал частный дом. У него очень напряженная работа, очень напряженная. То есть, он сидит в офисе, я хочу двигаться, я хочу загребать снег. Я домой прихожу, в квартиру и сижу, ну, перед телевизором вынужденно, да, я не релаксирую, мне хочется там копошиться в гараже, там, вот, что-то делать, потому что, ну, не хватает физической активности, а работа напряженная, требует разгрузки. Я говорю, я не всегда готов идти в спортзал, ну, после работы. А вот, если бы у меня был, ну, и купил, и сейчас доволен. С другой стороны, пожилым людям, я так думаю, противопоказано абсолютно проживание в частном секторе, для нас, поскольку они... Ну, хорошо, если есть родственники, которые, ну, помогают. Могут помочь. Да. Хорошо, если социализированные нормальные семьяки. Одинокий бука такой, который, там, как ему вывести весь этот снег, как ему, там, каждый раз, там, бьет, затащить дров на кого-то. Ну, и не забывайте, что большинство частного сектора у нас до сих пор, они не благоустроены. То есть, все коммуникации, благоустройство, оно находится на улице. Зимой выходить на улицу, обслуживать и так далее, это очень сложно. Особенно для возрастных людей или, там, неполных семей, когда, там, мама работает, дети сами остаются, да. Или посменно работают. Да, или посменно, когда... Да, это просто элементарно небезопасно. Ну, случись, допустим, вот, неполная семья, дети только остались, да. Случилась авария с одним из носителей. Или это теплый носитель, где, ну, ребенка может ошпалить, да. Либо, там, это ошибка газового котла, которую, ну, старушка не сможет расширковать вовремя, да. А тут время-то пойдет уже на секунду. Да. Сработал, не сработал клапан какой-то предохранительный? Нет, ну, по идее, здесь у нас есть аварийные службы, это одно, да. Еще дополнительно должны быть и компании... Мини-управляющие компании? Управляющие компании, которые работают с частным сектором и помогают именно частным домовладельцам справляться со сложными ситуациями. Я как раз вот это просто. Да. Такие компании, они должны быть, и они должны быть от предпринимателей. Малый и средний бизнес должен быть. Но, опять-таки, пока спроса нет. Хотя, как показывают в эксплуатации частных домов, очень часто у людей, там, перемерзает канализация, да. Очень часто, там, из-за перепада электроснабжения отказывают котлы, там, автоматика и так далее. То есть работа, она есть. В принципе, надо наладить маркетинг, позиционирование на рынке и показать, что... Какие-то тарифы выработать. Да, выработать и так далее. Будь такие компании, скажем так, твоим клиентам, женщинам, было бы гораздо легче. И они бы с большей охотой покупали бы в частном секторе, да? Да, с большей охотой. Очень много женщин хотят частный дом, честно говорю, да. И, ну, их останавливает то, что доезжать сложно. Дети сами не смогут добираться до дома, много собак ходят. Вот почему, вот, например, интересуются очень сильно частным поселком маленьким, да? Закрыто охраняемая территория. То есть, если что, я могу обратиться вот в управляющую компанию, которая там же находится, да, в охране. То есть, вот, на самом деле, безопасность и хорошие транспортные пути плюс обслуживание, вот, если бы это все наладить, то реально люди бы больше покупали. Потому что, если они, допустим, за 5 миллионов сейчас можно купить только однокомнатную квартиру, да, ну, с какой-то площадью 45 квадратов, то за 5 миллионов можно купить дом. То есть, он по территории будет больше, по возможностям больше, потому что ты там можешь построить себе баню, детскую площадку, бассейн поставить, огород, сад, ну, все что угодно. То есть, не только это ограничено 45 квадратами. Можешь построить дополнительный домик для гостей. Ну, я сейчас утрирую, конечно, но может со временем. Почему нет, да? У тебя участок 10 соток хватает еще на один дом. Почему нет? Возможностей очень много. И взяли бы, если бы эти все условия были бы, с точки зрения безопасности, инфраструктуры и управляющей компанией. А ты знаешь, что вообще вся вот эта мечта наша, да, вот этот унифицированный коттеджный поселок, он уже реализован в пределах города, Якутска. Знаешь где? Нет. По улице Семена Данилова. Угу. Там есть 7 или 8 однотипных коттеджей, да, которые в свое время предприниматели были, ну, люди состоятельные выкупили. Там есть своя управляющая компания, которая там чистит ее дорогу и снег и так далее. Это реализовано. Есть очень много неопределенностей, неопределенность в правовом поле, неопределенность с точки зрения возврата вложенных средств, ну, то, что мы говорили, да, отсутствие практически спроса. Если сейчас многоквартирных домах, если спроси, да, например, да, они получают только по факту воды. Да. Действительно частного строительства уже такого нет? Нету такого. Ты только на свой страх и риск. Я узнавал насчет страховки. Могу ли застраховать вот свой договор подрядом? Нет? Те, кому шаговая доступность и так далее важнее, они выберут дома, многоквартирные дома проживания. Те, кому большая свобода и большая экология, что ли, они выберут творчество, креатива, они выберут жизнь в частном секторе. Поэтому, подытоживая наш разговор, я прежде всего хотел бы выразить свою признательность моими собеседниками. Еще раз, это Альберт Кардашевский, сотрудник Арктического научно-исследовательского центра, кандидат технических наук, участник программы «Дом с умом», и Мария Степановна, мой друг тоже, риэлтор с очень хорошей репутацией. Это немаловажно в той профессии, да, наверное. И мы сегодня говорили о том, где горожанину жить комфортнее, да, либо это частный сектор, либо это многоквартирные дома. Везде есть свои минусы, везде есть свои плюсы. Мы попытались, мы как можно объективнее рассмотреть в нашей программе, почему не делаются какие-то вещи, которые привели бы, ну, к росту спроса на жилье в частном секторе. Увидимся ровно через неделю в программе «Горожанин». С вами был Дмитрий Аргунов. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!